Валерий Седов Валерий Сосновый Борг Валерий Седов Валерий Сосновый Борг Валерий Седов 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 Возвращение в трудовую деятельность Вопрос с противопожарной опашкой В том числе небольших населенных пунктов Примыкающих к лесам На примере Рязанского района Павел Малков попросил закрыть в ближайшее время Слишком свежи еще воспоминания Обращаюсь сейчас ко всем главам администрации Я специально вот этот вопрос сейчас поднял Это обращение Все хорошо помнят прошлый год Никому повторения не хочется Поэтому коллеги обратите особое внимание Пожары будут Нам надо максимум усилий Сейчас приложить для того Чтобы не допустить их распространения Потому что всегда есть человеческий фактор Природный фактор Все больше жалоб у рязанцев На стихийную уличную торговлю Заявил губернатор Главное в количестве торговых точек Их востребованность Благоустраивать нужно только там Где это действительно нужно Улицы Новоселов в этот список Похоже не входит В июне месяце составили 9 протоколов О нарушении правил торговли Привлекли к административному К административному За административное право нарушения Но работа продолжена Павлович, она там просто нужна системная Несанкционированная торговля Постоянно Думаю, что в течение месяца-двух Примем меры Которые будут более ощутимы ЖКХ, дороги, медицина и благоустройство По-прежнему в топе жалоб от рязанцев В пятерку также попала и тема уборки мусора Самое важное, что все сигналы Отрабатывают теперь вместе с властями на местах Включая информирование населения Митрополит Рязанский и Михайловский Марк Благословил новый корпус Областного онкологического диспансера Сделал он это по просьбе сотрудников Медицинского учреждения Подробности далее в сюжете Эта служба проходит в немного необычном месте Это новое здание онкодиспансера Вместе со священнослужителями сюда пришел митрополит Марк Чтобы провести благословение здания Батюшки прошли по комнатам и кабинетам Палатам и хозяйственным помещениям При этом одарили вниманием всех пациентов Которые к ним обращались Это очень важно Потому что действительно в онкодиспансере Лечится много больных От тяжелых форм заболеваний И божья помощь в лечении Она конечно необходима каждому человеку И врачу, и самому больному Новый корпус областного онкологического диспансера Получил лицензию на врачебную деятельность И начал свою работу в мае этого года Здесь установлено современное диагностическое оборудование А передовое техническое оснащение Дает возможность оказывать ранее недоступную медицинскую помощь Говорят врачи Ежедневно онкоцентр может принимать до 300 человек В новый корпус полностью переведены Не только лечебная часть, но и все службы А также открылись и новые отделения Наша задача Задача живых Помогать живым И стараться делать все для того, чтобы Продлить человеку жизнь Митрополит Марк передал в онкодиспансер Икону Божией Матери Всецарица Ее написали специально для этого медицинского учреждения В истории образ Богородицы прославился тем, что через молитву к нему Болящие люди порой получали чудесное исцеление Нуждающиеся просят Царицу Небесную о даровании здравия А врачи о благословении Божьем в деле спасения людей Страдающих от тяжелого недуга Мы пришли вместе с собором наших священников И принесли вам икону Для того, чтобы она пребывала здесь В этом месте Излечения И чтобы любой человек, который приходит сюда Видел и понимал Что следует надеяться Конечно и на профессионализм врачей Но и на Бога И на милость Пресвятой Богородицы Напомним, новый восьмиэтажный лечебный корпус онкодиспансера Построен в Рязани в рамках нацпроекта здравоохранения Здесь впервые установлено уникальное оборудование Два стационарных диагностических рентгеновских комплекса Две цифровые маммографические установки Магнитно-резонансные томографы И компьютерные томографы А с конца мая этого года В новом лечебном корпусе онкодиспансера Начался прием первых пациентов На единое пособие теперь могут подать и беременные В Рязани, например, эту выплату получают больше тысячи мам В нашем следующем репортаже расскажем, как это сделать С начала года 1050 будущих мам уже получает единое пособие Суммарно им перечислено свыше 58 миллионов рублей Одно из главных условий – встать на учет в медицинской организации До 12 недели беременности В целом, единое пособие назначается будущим мамам С учетом комплексной оценки нуждаемости Ежемесячный доход на человека в семье Не превышает величину регионального прожиточного минимума На душу населения Это 12 794 рубля Собственность семьи соответствует установленным критериям Заявитель, на которого назначается пособие Является гражданином РФ и постоянно проживает в России Размер единого пособия зависит от материального положения семьи Беременные женщины могут получать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума Для трудоспособного населения В регионе это, если немного округлить 6 900, 10 400 и 13 900 соответственно Следует отметить, что на учет в женской консультации Будущая мама должна встать до 12 недель беременности А подать заявление уже после того При этом, если заявление одобрят Пособие назначается с месяца постановки на учет Но не ранее шестой недели беременности Получать его женщина будет до родов Всегда за полный месяц Другое важное условие Беременной женщине обязательно нужно посещать своего врача На определенных сроках беременности Это 10-14 недели 18-22 и 30-32 Если прием пропустить, то выплату приостановят И вновь начнут выплачивать Когда женщина посетит медучреждение Сегодня в Рязанской области Стартовал региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству Фестиваль учрежден по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина По итогам прошедшей в ноябре прошлого года встречи главы государства С матерями военнослужащих Участвующих в специальной военной операции Проект этот Инициатива комитета семей воинов Отечества При поддержке президентского фонда культурных инициатив и Минкульта России Мы, люди, которые преодолели свой страх и сомнения Должны показать правду и открыть глаза Такой диалог между зрителем и режиссером, автором, поэтом Самый честный и действенный Так как вся информация исходит из первых уст От тех, кто снимает на линии фронта Выступает перед бойцами и ранеными Пишет о Донбассе и солдатах, находясь на передовой Это цитата Олеси Шигиной, которая организовала фестиваль И у которой старший сын с самого начала спецоперации на передовой Глаза наших ребят на фронте, они особенные Потому что там все, когда мы находимся Мы понимаем, что мы точно предстоим перед самими собой Перед Богом, перед своей страной Перед своим пониманием чести, достоинства И вот там эти слова, совсем не пустой звук И не некая причастность к пропаганде А истина Режиссеры, которых мы представляем в программе нашего фестиваля Это люди, которые поехали снимать на линию фронта без денег Без поручения государства Зачастую сами просто взяли камеру и поехали Считаю это тоже подвигом Некоторые режиссеры, такие как Макс Фадеев, Олег Тимошенко Снимают там с 2014 года И теперь есть возможность увидеть эти фильмы И понять, что происходило все эти 9 лет В рамках фестиваля зрителям представят документальные фильмы Российских режиссеров о событиях на Донбассе Происходивших там последние 9 лет А также о героях специальной военной операции Показы сопровождают творческими встречами С режиссерами, авторами фильмов Лидерами общественного мнения Поэтами, музыкантами Участниками СВО и их родственниками Вот уже 16 раз я был на территории проведения боевых действий В Мариуполе мы играли концерт 10 апреля прошлого года Когда еще город не был освобожден Когда шли тяжелые бои Недалеко от нас, за центр города За Азовстань, всем известный За завод Ильича Потом была Попасная в июне Естественно, все подразделения Было вокруг Донецка Кременная, Сватова Северодонецк, Лисичанск И так далее Война это дело всех А не только вдов и сирот И вот это вот на самом деле самое важное Ну и что еще хотелось бы сказать Во время Великой Отечественной войны Более 30 тысяч артистов дали Больше полутора миллионов концертов на фронте И не было ни одного соединения Подразделения Красной Армии Которые не был бы дан этот концерт И туда приезжали и музыканты И актеры И я всегда вспоминаю Балерин Большого театра Которые приезжали в своих пуантах На земле танцевали В блиндажах и так далее Первый этап фестиваля кино На службе Отечеству Прошел 20-25 февраля в Москве В Рязанской области Фестиваль пройдет на разных площадках В том числе в училище ВДВ Центре активной молодежи и детей Лучезарный Дворце молодежи И библиотеках имени Горького И имени Есенина Это были все новости на данный момент Еще больше информации Вы сможете найти на нашем сайте город62.тв И в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера И спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова